В минувшие выходные по инициативе Ассоциации женщин-инвалидов участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии женщины-ветераны посещали могилы своих боевых подруг. Во время войны погибло 22 женщины, а после нее ушли из жизни еще 18. Они покоятся в разных районах Абхазии, в основном на родовых кладбищах в селах. 14 на востоке страны и 14 на западе. Остальные похоронены в столице. Она в Москве работала, приехала за брата, по пятам бегала за ним. И вот в Сухуме, когда взятие были, 100 метров, войти, ранила пулеметчик и щебухнул ногу. Ну кричал он, помогите, помогите, а нельзя было в том моменте. Марина, бомца, не иди, не иди, все как... Она пришла, перевязала его, укол сделал, все сделал, голову поднял и прямо в лоб пуля попала. Ее мечты. Всех жалко девочек погибших, но у подножия города погибнут. Это трагедия была для всех. Женщины зажигают свечу и поминают боевых подруг, вспоминая то родное, что навсегда связано с каждой, что они пронесут до конца своей жизни. На самом деле о каждой из погибших и ныне здравствующих можно снять фильм. И это будет рассказ о целой семье, о переплетении судеб и о том, какой ценой добыта победа. Объехали все могилки наших женщин, помянули, встретились с родственниками. Мне кажется, что это очень важно, потому что празднование 25-летия победы, это не предусматривает только увеселительные мероприятия. Мы должны в первую очередь вспоминать погибших. Это необходимо еще не только нам, но это необходимо нашему поколению, то есть нашей молодежи, чтобы они никогда не забывали героизм и подвиги наших женщин. Низкий поклон этим женщинам. К 25-летию победы во всех районах Абхазии при поддержке компании «Аквафон» вывешены баннеры с изображением погибших женщин. Для инициатора акции Ассоциации женщин-инвалидов «Участниц боевых действий» важно напомнить обществу о невосполнимых потерях, которые мы продолжаем нести и в мирное время. Профессиональная медсестра была, свою жизнь не щадила. И вот такая концовка у нее, она заболела, у нее оказалась очень хорошая болезнь. И вот она для нас это трагедия, потому что она была очень хорошим другом. В преддверии юбилея победы при поддержке компании «Аквафон» реализуются различные проекты, направленные на сохранение исторической памяти. Одна из таких акций проходит совместно с Ассоциацией женщин-участниц войны. Мы подготовили для них макеты и повесили баннеры по всей республике, где изображены женщины, которые погибли во время войны. Мы посещаем уже второй день деревни, где захоронены эти женщины. Приезжаем на их могилы и мы выделили деньги для того, чтобы было куплено необходимое для посещения этих могил. Такие проекты, вообще связанные с войной, с победой, очень важны не только для компании «Аквафон», но и для каждого человека, который живет в республике, для каждой компании, для каждого бизнеса, для самого государства в целом. Все, что мы можем сделать сегодня, это не только помнить ушедших, но и следовать тем ценностям, за которые было отдано столько жизней.